Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы выбрались с вами на природу. Но не совсем. Это новый сталк, новое диггерское погружение. Сейчас мы с вами находимся на реке Кама, а точнее в устье одного из притоков, одной из малых рек Перми, реки Медведка. Вода в Каме отступила, и это дает нам возможность видеть естественное устье Медведки. Это очень небольшая река, одна из малых рек Перми. Только здесь обычные люди могут видеть эту реку, а сама она протекает в подземном коллекторе. И сейчас мы, конечно, в нем побываем. Пройдем реку по возможности далеко. Насколько это нам позволят размеры коллектора. Обычно до сюда нельзя дойти. Вода в Каме заливает это пространство, но сегодня нам повезло. Вода маленькая, и мы можем осмотреть коллектор. Стены его состоят из бетонных плит. Даже это такие заливки. Видно вот следы от опалубки. Видны следы от опалубки. А потолок из железа бетонных плит. Вот видно, что наверху очень много ила, водорослей прилипшие. То есть до сюда коллектор обычно заполнен водой. Не говоря уже про половодье. Но в этом году вот так вот аномально упала вода. И это хорошо. Вот здесь идут трубы пластиковые. Видно, что-то сливается еще с поверхности. Медведка – это один из самых, наверное, маленьких притоков Камы. По крайней мере, в черте Перми. Воды в ней совсем немного, и я решил воспользоваться этим моментом и посмотреть ее. Впереди есть еще немножко белого света. Очень интересный там объект. Сейчас вы сами увидите. Обратите внимание. Впереди у нас обрыв. Впереди обрыв. Там стоит моя РДшка. И смотрите, сейчас, конечно, он уже размыт, но под ним нет водобойной ямы. Водобойная яма полностью отсутствует. Это говорит о том, что даже в половодье здесь настолько маленькая скорость течения, сила воды, что нет необходимости делать водобойную яму. И смотрите, какой арочный туннель. Арочный туннель. Здесь вот пространство закрыто решеткой, чтобы сюда не попадал мусор. Стены выполнены из натурального камня. Характерный рисунок. Каменный перед входом. И вы, наверное, поняли, что наверху у нас железная дорога. То есть мы сейчас с вами пройдем под железной дорогой. Это железнодорожный туннель. Тут сделаны перекрытия. Перекрытия, как мы видим, тоже сделаны из рельс. И что интересно, это похожие рельсы от узкоколейки. Свод туннеля выполнен из кирпича. Старый кирпич. Такое дуновение прямо здесь ощущается. Дуновение ветра. Снизу здесь видно разрушенные блоки. То есть можно видеть, из каких блоков состоит опалубка. А там дальше тоже камень. Тоже камень, но не столь красивый. А это вот декоративные блоки здесь сделаны. Вот. Часть их разрушилась. Я считаю, по ним можно судить о том, насколько высоко поднимается уровень воды в медведке. Но опять же, смотрите, очередной водопад. Очередной перепад высот. Кстати, да, вот здесь я не показал. Смотрите, пол в медведке. Вот в этом туннеле тоже сделан каменный. Полностью. Полностью услан камень. Там вот, смотрите, из трубы вытекает медвежка. И нам сейчас придется передвигаться по этой трубе. Жесть, конечно. Ну ладно, новый перепад. И опять же, нет водобойной ямы, как вы увидели. Это говорит все о том же, что сила течения здесь очень и очень маленькая. Вот так выглядит этот туннель с другой стороны. Когда-то вход в туннель, закрывали ворота. Об этом свидетельствуют навесы на входе. С боков приходят два ливневых стока. То есть помимо своей воды весной и в дожди медведку наполняют еще и ливневые воды. Ну а нам сейчас сюда, в неизвестность, на ногах у меня болотники. Именно они помогут сохранить мои ноги. Где-то проползти на коленях. Перчатки. О них я уже рассказывал в своих видео. А за спиной мой надежный рюкзак Д-54. При определенной регулировке он позволяет снизить свое положение на спине. И довольно-таки успешно проходить подобные узости. Здесь можно передвигаться еще гусиным шагом. Но недолго. Так, труба. Метра по три. Можно примерно посчитать, сколько труб. Раз. Это вторая труба ее. Комарики. Комарики летают. Поток, да, поток небольшой. Так что, сложного, наверное, ничего мы тут не встретим. Но посмотрим. Метров через 25. Вот там еще виден вдали свет. У нас первое расширение. Первый расширительный колодец. Вот так вот. Видно, что он не глубоко находится. Вот люк у нас первый. Такая вот комната. Здесь есть ступени, скобы, чтобы подниматься. И мы можем рассмотреть хорошо трубу. То есть, видно железобетонная конструкция. И залито ПГС и цемент. То есть, железобетон. Железобетонная труба. А здесь, рядышком, подходит металлическая труба. Тоже какая-то, видимо, ливневочка. Какая-то ливневка подходит. И, смотрите, в основной трубе сделан выпил такой, чтобы эту всю конструкцию собрать вместе. Вот здесь еще один из жителей. Замечен у нас. Вот, мокрится. Не знаю, насколько ее видно на камере. Должно быть видно. Тень, правда, может заслонять. Вот она. Находится в состоянии анабиоза. Не двигается. Смотрите, кое-где попадаются уже что-то наподобие натеков. Такие ванночки. Импровизированные, можно сказать. Вот так. Может, какие-то украшения еще встретят. Кое-где соединительный шов разошелся и проходят корни, корни растений, как на данилихе, на пермянке, пробивают себе дорогу. А может, это какое-то уплотнение. Но очень все ломкое. Все ломается. Видите? Я думаю, что это похоже на корни. Второй расширительный колодец. Видно. Такое ощущение, что труба здесь уже давненько прогнила. Прогнила, смотрите. Вот этот, что он сделан раньше? Первого. Раньше первого. Как прогнила арматура. Здесь вот еще подходит ливневочка одна. Она не загита. А там, смотрите, там интересный момент. Интересный момент. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Сначала я вам покажу вот этот колодец, а потом пойдем дальше смотреть. Очень интересно впереди. Так, ливневочка зацементировалась полностью. Глубина здесь немного побольше, но не намного. Сейчас мы где-то на глубине около двух-трех метров. Трех метров, наверное. Вот. Также есть скобы, чтобы выйти. Здесь много сброшенного асфальта, что позволяет мне предположить, что мы находимся где-то рядом с дорогой. То есть, когда проводились дорожные работы, сюда попал асфальт. Значит, где-то как раз рядом с улицей Монастырской. В чем же интерес этого места? Смотрите, уже в нескольких речках мы встречали такое подобное пустые. Смотрите, само русло реки забутовано. Оно забутовано, и пущено по другому руслу. По другому руслу, по-новому. Это сделано совсем недавно, я так смотрю, потому что труба пластиковая, широкая, даже шире, чем та, по которой мы сейчас идем. А здесь видно, что забутовку выперло. Если вот так посмотреть сбоку, я не знаю, насколько будет видно. Видно, что она идет вот так вот, с полукругом. То есть, очень большой объем воды давит оттуда. и мы видим, что она под завязочку, под завязочку, чуть-чуть не течет только от нее. Под завязку наполнена водой. Как в одном из видео сказал Наплей Мосин, когда-нибудь эта забутовка все равно пробьется, и поток воды хлынет наружу. Дай Бог, чтобы не сегодня. Все, мы уходим дальше. Ух ты! Новые препятствия. Смотрите, друзья, в русле установлена вот такая перегородка, видимо, для задержки мусора, металлическая. Почти во все русло. Почти во всю трубу. Пройти мне здесь можно будет, но не с рюкзаком, поэтому придется снять рюкзак. Видно, что дальше путь открыт. А мы преодолели преграду. все, очередной расширительный колодец, но он здесь очень низкий. Мы на небольшой глубине, совсем, можно сказать, под поверхностью. справа подходит ливневка, слева ливневка, забита песком. Прямо продолжение, видно, что там оно становится уже, поэтому оставляю здесь свой рюкзак, принял такое решение, взял с собой несколько батареек запасных для фонаря, нож. А так как высота в поверхности здесь небольшая, то я предполагаю, что над нами находятся кашенские бани, одни из самых старых бань в Перми. Принадлежали еще купчихе кашенской, по-моему, она была купчита, но могу я ошибаться. Вот. И есть версия, что для кашенских бань использовалась вода из медведки, но хотя воды здесь, как мы видим, очень мало, и вряд ли она использовалась для бань. Вода подавалась из камы, а сюда, скорее всего, сливалась подходная вода, уже после процесса омовения. Вот еще одна матрица, смотрите, здесь она двигается, думаю, вам как мы уже говорили в одном из роликов, это современница трилобита. Так что здесь у нас почти что парк юрского периода. Так, продолжаем наше нелегкое путешествие, здесь видны наносы камни, то есть глубина будет больше, так как они препятствуют стопу воды, двигаться труднее. очень 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 я снял рюкзак, с рюкзаком было бы двигаться в разы хуже. Надеюсь, что это временная процедура такая. Мы, конечно, можем двигаться на коленях, но не хотелось бы. вот так. Вот это корни. Смотрите, вот здесь уже точно подходят корни. Растения пробивают себе дорогу к воде. очередной расширительный колодец. И смотрите, здесь у нас старая канализационная труба проходит. Высота резко увеличилась. Смотрите, резко увеличилась высота метров до трех. Так, что мы видим? Здесь интересно. мусор с поверхности семена деревьев. Бетон. Да. Мы где-то под Кашинскими банями. Однозначно. Проходить это место мы будем однозначно сверху. Хотя снизу нормальное место для того, чтобы прошнугнуть. Но по технике безопасности все такие участки проходятся сверху. более здесь у нас есть скобы. Можно зацепиться и удобно спуститься на той стороне. Почему это делается? Потому что труба в любой момент мы не знаем когда она может обломиться, оборваться. Мы можем снизу подняться и толкнуть ее и все это упадет на нас. Вообще друзья я рекомендую отнестись очень серьезно к теме безопасности подземелья при диггерстве. Мы уже не раз поднимали эту тему, но я знаю что некоторые жгут костры в подземках или около входа в подземках взрывают петарды, еще что-то балуются как-то несерьезно относятся. Друзья пожалуйста отнеситесь к этому серьезно. живем то мы один раз а ваши неодуманные действия могут привести к смерти к смерти ваших ваших друзей и посторонних людей находящихся в коллекции. Поэтому еще раз призываю молодежь особенно кто сейчас смотрит ролики и им тоже конечно хочется я по себе знаю это света сведут но я призываю к соблюдению мер безопасности в коллекторе. Смотрите какая красота друзья корни корни здесь деревья нашли себе влагу его стало меньше отложений вот это да смотрите вот они прямо на стенах по стенам корни прошли и погрузились в реку здесь даже как веревочкой свелись смотрите прикольно чего 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 только не увидишь под землей очередной расширительный колодец здесь смотрите сколько корней уже ооо корни просто опутывают все опутывают смотрите а вот и забутовочка вот и забутовочка отсюда смотрите вот такая она была все вот так она заделана значит когда уровень большой то сливается туда так высота высота приличная смотрите ничего себе на какую высоту мы погрузились высота порядка метров 4-5 наверное от пола сливается ливневочка и корни корни просто смотрите вообще кругом просто лес но труба стала луже смотрите насколько стала луже труба не знаю удастся ли нам пройти по ней не заметил сразу так как стоял спиной смотрите здесь второй колодец парный этот еще выше то есть в этом боксе в этом расширительном боксе как и у остальных других коллекторов по два люка ну что рискнем вроде бы глубина небольшая на коленях проходимо если тихонечко тяга отмечается отмечается тяга большая не знаю насколько полотники скорее скорее какая-нибудь расширительная камера опа на увеличивается глубина коллектора и что вам тема интересна давайте наберем 2000 лайков или соберем эквивалентную сумму доната это покажет ваш интерес и стимулирует меня к дальнейшему продолжению прохождения вот я тогда возьму неопреновый гидрокостюм он конечно не совсем сухой но здесь я думаю можно позволит нам сделать прохождение и насколько это возможно пройду медведку ну вот такое друзья получилось у нас интересное путешествие надеюсь оно вам понравилось до новых встреч на канале и не забудьте про бонус все в ваших руках а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok